15 января 2024 года, и мы начинаем наш регулярный вебинар по понедельникам, посвященный главным событиям глобального характера, которые сейчас влияют на мировые фондовые и финансовые товарные рынки. Моя фамилия Макаров, зовут меня Михаил, я работаю в компании InstaForex аналитиком-преподавателем, и каждый понедельник в 16.00 вы можете зайти и посмотреть наш вебинар. Для этого нужно найти в интернете сайт компании InstaForex, instaforex.com, на этом сайте найти по поиску расписания вебинаров, зайти в расписание, в соответствующий день увидеть ссылку, пройти по ссылке, и совершенно бесплатно вы можете, так сказать, наблюдать данный вебинар. Итак, мы приступаем. Значит, что было, так сказать, что сегодня понедельник, сразу хочу всем сказать, что сегодня рынок Соединенных Штатов выходной, праздник, день Мартина Лютера Кинга сегодня, рынок торговаться не будет, он откроется только завтра. Вспомним, на какой примерно ноте, в каком состоянии ушел американский рынок на выходные. Значит, в принципе, это была достаточно спокойная неделя, это была фактически уже вторая неделя Нового года, то есть вполне себе уже полноценная неделя. Рынок американский, вот я сейчас открою график главного американского индекса S&P 500, мы легко видим, что он находится на максимумах. Ну, это дневной график, соответственно, это максимум двухнедельный, но на самом деле это и максимум прошлого года, и максимум исторический. Так сказать, коррекция началась в начале 22-го года, в самом начале января. Вот рынок показал этот максимум, потом ушел в глубокую коррекцию. И вот фактически, так сказать, два года коррекции прошло, вот если кто не верит, давайте я вот его включу, месячный график, вот видите, да, так сказать, это месяц, вот, чтобы было видно, какой это месяц. Все правильно. Это как раз вот свечка 1 января 2022 года, на недельная свечка. И вот рынок вышел сейчас именно на эти максимумы, но как, в принципе, технически и правильно, он встретил под этим максимумом серьезное сопротивление. Вот мы опять же видим, что рынок, так сказать, вышел на максимум 28 декабря, и, так сказать, он уже, ну, без одной недели месяц, он уже, ну, не так, наверное, три недели рынок уже стоит вот под этим максимумом. Ну, правда, это были праздники и все, и так далее. Вот таким образом. Значит, на прошлой неделе многие, я предполагал, что, возможно, так сказать, вопрос с этими максимумами, а именно, что за вопрос, то есть пойдет рынок расти дальше, выше исторических максимумов, то есть будет новый такой импульс роста, или наоборот, он откатит в какую-то коррекцию. Будет зависеть от новостей на прошлой неделе, в частности, там были важные новости по инфляции. Два дня выходили эти новости, в четверг и пятницу. В четверг вышел индекс CPI, наиболее свежий, так сказать, за предыдущий месяц в декабре, и он показал, что инфляция немного выросла. То есть, в принципе, для рынка это было не очень хорошо. В общем, базовая инфляция осталась на предыдущем уровне, а, так сказать, там на уровне, по-моему, 3,5% годовых, а чуть-чуть выросла на 0,2% в месячном пересчете. Инфляция общая, куда все входит. Базовая инфляция не входит в топливо и продукты питания. Но на следующий день, в пятницу, вышла инфляция производственных, а вот все оптовых цен, и она показала, что, тоже за декабрь, она показала, что на месячной базе цены вообще остановились. То есть, была нулевая инфляция, так сказать, в декабре месяца. То есть, инфляция оптовая, она немного снизилась. Ну, а поскольку, в принципе, розничные цены, они тесно связаны с оптовыми, то есть, являются как бы их следственными, то, соответственно, вот и, так сказать, розничные цены дальше, то есть, вряд ли дальнейший будет рост. Ну, и таким образом рынок, в общем-то, не определился, что будет дальше. Значит, что касается, все смотрят на вероятность, так сказать, понижения ставки. Теперь ФРС и рынок сейчас оценивают примерно 70% вероятность, что уже в марте месяца Федеральный резерв произведет первое понижение ставки. Ну, там величина по снижению будет, конечно, достаточно символическая, но может 25%, сильнее они не будут. Но сам факт, что после длительного периода повышения ставок, мы сейчас находимся на максимальных, в общем-то, ставках, где-нибудь, наверное, я думаю, что, ну, за 40 лет, то есть, с 80-х годов, даже первое, так сказать, отступление будет, я думаю, весьма, так сказать, позитивным для рынка. Но пока этого вот не случилось. То есть, это вот такая вот ситуация для рынка США. Что на следующей неделе нас ждет по новостям? Вот на этой, на новой неделе, которая началась сегодня. В принципе, новостей мало, так сказать, в среду выйдет, ну, на фоне малого количества новостей, в среду выйдет отчет по розничным продажам. Он на этом фоне будет довольно важный. А в четверг выйдет новый отчет по безработице. Предыдущая неделя назад количество новых заявок на безработицу снова, так сказать, вышло на низких уровнях практически 200 тысяч, ну, 202 тысячи. То есть, это, конечно, абсолютно не уровень какого-то спада в экономике, рецессии и так далее. То есть, это уровень, свойственный, так сказать, периоду такого достаточно стабильного экономического роста. Не бума, но, в общем, роста. Вот такая ситуация. Ну, и больше никаких важных новостей. Значит, что касается, так сказать, новостей, как бы, политического характера, да, то начались, значит, наконец, дошло до действий, так сказать, с распоявшимися хуситами, то есть, с тем племенем, так сказать, полудикарей, которые начали обстреливать, так сказать, гражданские торговые суда в наиболее оживленной части, в одной из наиболее оживленных частей Мирового океана, то есть, выход в Индийский океан из Красного моря, так сказать, после прохода, так сказать, Советского канала. В результате, так сказать, деятельности этих товарищей хуситов, так сказать, крупнейшие торговые компании были вынуждены весь трафик между Соединенными Штатами и Азией, между Европой и Азией, пустить не через Суэцкий канала, как это было всегда, а вокруг Африки. Это достаточно посмотреть на карту, насколько это увеличивает, так сказать, длительность перехода, переходы, расходы, так сказать, на все, и, так сказать, это где-то в два-три раза увеличивает стоимость доставки, например, контейнера. Это весьма ощутимые суммы, и это может толкнуть инфляцию. Так сказать, Соединенные Штаты неоднократно предупреждали господ хуситов, чтобы они, так сказать, прекратили этим заниматься, это на них не подействовало. Так сказать, я хочу обратить внимание на тем людям, которые сгорячат, так сказать, начинают там, так сказать, проявлять сочувствие, значит, господам хуситов. Ну, во-первых, Соединенные Штаты и Британия, которые сейчас уже нанесли несколько раз удары, они, так сказать, я вас уверяю, никоим образом не пытаются наносить удары по гражданскому населению, пасе Бог, они, так сказать, стараются наносить удары исключительно по военным объектам. И я вас уверяю, так сказать, у них это получается существенно лучше, чем, так сказать, у каких-то других стран. В частности, в части, так сказать, высокоточных ударов, просто хотя бы потому, что это страны высокоразвитые, у которых довольно много высокоточного оружия, которое, между прочим, очень дорогое. То есть многие страны неизбирательно стреляют, просто потому, что у них таких высокоточных, так сказать, оружий нет. Вот. Но вот начали, так сказать, подавлять этих хуситов, но пока на данный момент через Суэцкий канал никто не ходит. Вот. Не очевидно, на самом деле, что удастся эффективно подавить, потому что понятно, что господа хуситы, они стреляют, сами они, разумеется, оружие ракетного дальнего действия производить не могут. Вот. Это все, конечно, делается, так сказать, на основе оружия, предоставленного Ирану. То есть это, в принципе, ну и решение там принимает Иран. То есть, в общем-то, в принципе, вот, если бы не, так сказать, потворствование Ирана, то никаких бы этих обстрелов не было. Ну и, соответственно, это вот иранская задумка, так сказать, поставить на грани, так сказать, блокады международное торговое судоохотство. Ну, вот такая страна Ирана. Вот. Значит, в данный момент мы находимся в той ситуации, когда коалиция в главе с Соединенными Штатами, куда входит, так сказать, Британия и многие другие развитые страны, они пытаются, так сказать, все-таки, ну, вот, так сказать, в результате этих ударов они хотят добиться, чтобы хуситы перестали, перестали наносить удары и не мешали, значит, мировому судоохотству. То есть, это фактически такая акция против пиратов. Ну, я хочу сказать, что как бы там ни относились, да, опять же, надо учесть, что господа хуситы не являются даже никаким законным правительством. Они, так сказать, подняли мятеж вооруженный против законного правительства Йемена. Так сказать, я так понимаю, что они не контролируют полностью Йемен. То есть, они, в общем-то, с точки зрения мирового права вообще никто. Ну, тем не менее, вот, лезут, так сказать, в большие, большие, как бы, международные дела залезли, да. Но я хочу сказать, что коллективные действия против пиратов, они, так сказать, были еще, я так понимаю, где-нибудь там, то есть, в 18 веке уже были точно и во всем. То есть, для этого совершенно не нужно, конечно, там, пиратам, так сказать, предъявлять какие-то там ультиматы. Ну, пират, он и есть пират. То есть, это нападение на гражданские, так сказать, корабли беззащитные. Вот, значит, это с этой ситуацией. Значит, в Израиле продолжает Израиль войну, так сказать, против Хамаса. С одной стороны, Израиль достиг реально больших успехов в борьбе с Хамасом, но, с другой стороны, Хамасовцы, так сказать, ведут партизанскую войну, скрываясь, в общем, в густонаселенных районах, так сказать, борьба с ними, конечно, тем более в городской черте, это очень тяжело. То есть, любой, кто хотя бы представит себе войну с партизанами в условиях плотной застройки, они поймут, что это, в общем, крайне тяжелое, крайне затратное действие. То есть, если нападающая сторона, так сказать, ну, в данном случае Израиль, если они, конечно, ценят своих солдат, они, безусловно, ценят своих солдат, то, так сказать, крайне затратная попытка, например, просто со стрелковым оружием прочесывать, так сказать, дом за домом. Это будет расстоять очень больших жертв израильских военнослужащих. Ну, альтернатива какая? Альтернатива каким-то более мощным оружием наносить удары по зданиям, но здания не выдерживают, они как бы рожатся. Вот, так сказать, Израиль там обвиняет во всех смертных грехах, но вот критики Израиля почему-то всегда игнорируют те факты, что произошли 7 октября. Надо сказать, во-первых, это совершенно чудовищные там акты насилия и звезд, которые совершили хамасовцы, вторгнувшиеся из сектора Газы на израильскую территорию, там чего они только не совершили, так сказать, никакими приличными словами это описать нельзя. И пострадало большое количество, там, 1400 человек, так сказать, погибших. Вот, и, так сказать, это один момент. А второй момент, что вот эти несчастные палестинцы, которые сейчас, так сказать, на все глады жалуются всему мировому сообществу, после того, как они встречали на своих там главных улицах и площадях, встречали вот этих хамасовцев, которые только что совершили зверство и забрали, так сказать, совершенно мирных, в значительной степени заложников в секторе Газа, они встречали, так сказать, это было показано по многое из съемок, как они встречали это песнями, плясками, раздавали конфеты, в общем, это был большой праздник. То есть надо понимать, что вот эта деятельность хамаса абсолютно, так сказать, террористической группировки, в которой нет вообще никаких моральных ограничений, которых никаких, так сказать, правил там элементарных не соблюдает, так сказать, поведение с гражданскими населением, их еще и поддерживает, наверное, сейчас, наверное, уже меньше, когда, так сказать, они получили, так сказать, мощный отлог. А в тот момент 60-70% населения поддерживали вот этот самый хамас. Вот это тоже, как бы, надо понимать, просто для понимания всей полной докатки. Разумеется, страдания, так сказать, мирного населения является, так сказать, совершенно, ну, является неприемлемым, но его нужно, так сказать, минимизировать, Израиль, так сказать, пытается этого сделать, полностью, так сказать, это невозможно. Кроме того, там звучат цифры чудовищные, типа, там, 20 или 24 тысячи якобы погибших мирных жителей, так сказать, надо к этому относиться достаточно скептически, потому что это данные представлены одной стороны. Надо понимать, что все эти господа ответственные за, так сказать, медицину и за все прочее, за социальную сферу в секторе газа все являются сотрудниками Хамаса. То есть, естественно, что они просто сами заинтересованы в том, чтобы максимально завысить. Ну, был, так сказать, широко известный факт, когда, так сказать, там, снаряд или ракета прилетели на стоянку перед госпиталем. Тут же, значит, Хамаса сообщили, что там чуть ли не тысяча человек погибших. Потом, когда стали выяснять, выяснилось, что цифра была завышена более чем в 10 раз. Ну, вот, я вполне допускаю, что на самом деле, международные информационные агентства, там, типа, Рейдерс, они пишут, ссылаясь достаточно некритически на информацию, так сказать, представляемую Хамасом фактически. И я вполне допускаю, что эта цифра у погибших может быть завышена тоже примерно в 10 раз. Вот, как бы, это надо даже учить, потому что цифры эти останутся. Потом, значит, сторонники палестинцев, которые вообще, так сказать, не желают слышать про Хамас, про его зверства, вот, они будут, так сказать, везде пользоваться этими цифрами. Надо понимать, что на самом деле эти цифры надо, так сказать, тщательно проверять. Вот, это вот такая ситуация. Ну, и кроме того, в Соединенных Штатах идет активная борьба. Там началась предвыборная гонка. Вот сегодня, так сказать, важное событие политическое. Сегодня пройдут первые праймерис, если я не ошибаюсь, в Айове. Первые праймерис, то есть, так называем, называется кокусы, это праймерис внутри республиканской партии. На вопрос, кто будет. От демократической партии, скорее всего, будет все-таки Байден. Хотя, безусловно, это, так сказать, далеко не лучший выбор кандидата. То есть, Байден в сегодняшней ситуации выглядит, будем говорить, откровенно слабым кандидатом. Вот, так сказать, если он кого и может победить с большим трудом, так это именно Трампа. Но республиканцы, среди республиканцев Трамп имеет достаточно высокую поддержку. Но у него все-таки есть конкурент. Пока сильно отстающий, но, тем не менее, так сказать, потенциально довольно сильный конкурент. Ники Хейли. И вот сегодня будет какая-то интересная информация. Ну, как бы завтра у нас, потому что это будет уже поздно по Соединенным Штатам. Сегодня будут первые праймерицы. Очень многое зависит от того, удастся ли, например, Ники Хейли, так сказать, если было бы замечательно выиграть, если бы она выиграла, но удастся ли их хотя бы сильно приблизиться. Потому что перед этим счет был примерно 40% у Трампа и 20% за Ники Хейли. Изменится ли это вот на праймере свое? Это будет интересно наблюдать. Так вот, пока раскручивается эта избирательная кампания, это сильно влияет на вопрос американского бюджета в части, вот тех самых, значит, очень, самых спорного решения, так сказать, помощи Украине. 61 миллиард долларов. В одном пакете с ним помнит помощь Израиля, там примерно на 10 миллиардов долларов. И еще сколько-то миллиардов долларов на строительство стены с Мексикой, которые, так сказать, в ультимативной форме требуют республикации. Иначе они, значит, не будут принимать этот пакет вообще в принципе в целом. Но уже достигнуто соглашение между республиканцами и демократами, что они продлят еще на один месяц финансирование бюджета по умолчанию на текущих уровнях. А дальше, в принципе, есть продвижение по части согласования. Но, как бы, есть группа небольшая, но очень жестко настроенная трампистов, порядка 30 человек. И есть, так сказать, очередной колеблющийся спикер Нижней палаты. Дело в том, что если спикер не вынесет на голосование этот вопрос, то голосования не будет. И вот до сих пор как бы непонятно вообще. Даже если будет некое соглашение достигнуто, будет ли этот вопрос вообще вынесен на голосование. То есть это все на данный момент все равно по-прежнему все туманно и непонятно. Но сейчас, в принципе, вот по-настоящему вышли конгрессмены из отпуска. Сегодня, значит, понедельник. И должны они активно все-таки этот вопрос так или иначе решить. Он как бы должен продвигаться. Но вот мы увидим и посмотрим. Ну вот осталось сказать пару слов про евро-доллар. Так сказать, евро-доллар, по сути, забился в такой очень узкий коридор. Вот мы видим его, так сказать, на графике аж 4,240. Вот мы на дневном графике видим его, что тут уже раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Девятый торговый день, то есть фактически это две недели, он уже толчется в этом коридоре. Тоже не может определиться, как, собственно, рынок США. Возможно, это произойдет одновременно. То есть рынок США определится, либо он пойдет, так сказать, на новые максимумы, будет какой-то спурт наверх, либо все-таки рынок США покажет нормальную коррекцию. Дело в том, что, вот как мы видим, все-таки уже начал сближаться, к стоящему рынку начал потягиваться 50-ти недель на среднее. Для нормальной коррекции СНК-500 должен коснуться вот этой средней. Отсюда его, несомненно, там начнут покупать. В общем, будем следить. Вот такая ситуация на сегодня. Это все, что я хотел сказать. Приходите по понедельникам в 16.00, так сказать, и будем дальше обсуждать текущие события. Спасибо вам за внимание и до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok